Как перестать работать? Я уверен, что вы сталкивались неоднократно с тем, что вы вдруг обнаруживаете, что не сотрудники работают на вас, а вы работаете на них. К вам прибегает менеджер по продажам, вы начальник отдела продаж, и он говорит, слушай, я никак не могу справиться с этим клиентом, что мне делать? И начальник отдела продаж закатывает рукава и говорит, ну, давайте покажу, как это делается, и он начинает продавать. Это постоянно происходит. Вы знаете, у руководителей уже какой-то автопилот в отношении этого. Они даже не задумываются, понимаете, они как какие-то собаки охотничьи, они бросаются на каждую проблему и стараются ее решить. Даже не задумавшись над тем, что в этот момент они не позволяют своим подчиненным сделать эту работу, отнимают у них ответственность. И, кстати, снижают их компетентность, что интересно. Но причина того, что это происходит, знаете, иногда кажется, что причина связана только с компетентностью. Что руководителю приходится выполнять работу за подчиненных, просто когда они не справляются. Вы знаете, я за этим довольно долго наблюдал, и я обнаружил, что это не так. Довольно часто подчиненный может выполнить работу, но какая-то ленность мысли, какая-то привычка приносить все проблемы своему руководителю на рабочий стол просто не позволяет ему это делать. Ну и правда, если так задуматься, а зачем напрягаться, зачем шевелить изверинами, зачем самому стараться решить каждую проблему, когда руководитель с удовольствием за это берется, понимаете, демонстрируя, насколько он компетентен. Я хочу вам сказать, это правда. Мы сами, как руководители, мы создаем эту ситуацию. А в результате мы получаем низкую ответственность. Понимаете, менеджер по продажам прибегает и говорит, о, Иван Иванович требует скидки. Что делать? Шеф решит. И начальник отдела продаж, конечно же, у него большой опыт, он знает, как эти проблемы решать. Он с удовольствием за это берется, он говорит, ну ладно, сколько там Иван Иванович покупал, давай посмотрим, какая история, какие цены у других, а какая есть альтернатива. Ну, сделай так, что-то в этом роде. Менеджер по продажам удобно. Начальник отдела продаж почувствовал себя просто совершенно замечательным таким боссом, решателем проблем. Но вы можете эту ситуацию изменить. Вы действительно можете эту ситуацию изменить. Я не могу сказать, что ее можно изменить мгновенно, просто щелкнув пальцами, но вы можете ее изменить. Совет заключается в следующем. Никогда, никогда, никогда не принимайте у подчиненных проблемы. Всегда требуйте, чтобы он предлагал какое-то решение. Возможно, у вас есть решение во много раз лучше. Но всегда требуйте, чтобы он приносил решение. Потому что в этот момент человек будет задумываться. Проще всего это добиться, если у вас используется письменная коммуникация в компании. Когда сотрудники либо пишут вам служебные записки на бумаге, либо они посылают по электронной почте. Тогда установите определенную форму. Что когда сотрудник сталкивается с какой-то проблемой, и он хочет получить одобрение у своего руководителя, он должен был в этой форме обязательно написать, в чем, собственно, заключается проблема, что не так, в чем ситуация. Чтобы он в этой же форме перечислил, указал все необходимые данные для принятия решения, а в конце указал, решение должно быть таким. И предложил свой вариант правильного решения. Ну и в этой ситуации с начальником отдела продаж это выглядело бы так. Там была бы служебная записка, где было бы написано, Иван Иванович отказывается покупать по стандартному прайс-листу данные. Иван Иванович покупал у нас столько, то у него такая-то история, такой-то объем продаж, наши конкуренты, бла-бла-бла и так далее. Решение предоставить ему на таких-то условиях, такую-то скидку. И все. И он приносит эту бумагу или посылает по электронной почте своему руководителю. Руководитель читает и говорит, молодец, отличное решение, одобряю. И все. Понимаете, вроде это очень простое действие, но кое-что принципиально изменилось. Этому парню, этому менеджеру по продажам, ему пришлось сесть и подумать. Ему пришлось задуматься над тем, какое должно быть решение. Ему пришлось посмотреть на то, какие данные нужно использовать, которые поддерживают это решение. И знаете, что удивительно, что во многих случаях эта служебная записка не дойдет до руководителя. Потому что просто сам составитель, дойдя до конца этой служебной записки, скажет, ну, в принципе, это же в области моей компетентности. Я и сам могу это решить. Я и сам могу это сделать. И вы знаете, чем чаще это будет происходить, тем больше у него будет ответственность, тем больше у него будет желание решать какие-то вопросы, тем меньше у него будет ленности мысли. И есть еще один совершенно фантастический момент. Дело в том, что люди с большим удовольствием воплощают в жизнь собственные решения. И с гораздо меньшим удовольствием воплощают в жизнь решения, которые им спустили. Обратите внимание, если вы хотите к работе подключить максимальное творчество ваших сотрудников, сделайте так, чтобы они приняли правильное решение. И вам придется гораздо меньше их подгонять и гораздо меньше настаивать на исполнении. Я могу вам сказать, что применение этого подхода требует выдержки, требует некоторого времени, потому что сначала вам будут приносить, все равно пытаться просунуть проблемы, чтобы вы принимали решение. Когда вы будете говорить, напишите служебную записку, они будут говорить, о, это бюрократия, зачем я буду тратить на это время. Понимаете, он очень бережет свое собственное время. Поэтому совершенно не заботится о времени руководителя, которое во много раз дороже. То есть у вас будет много возражений с подчиненным. Но со временем, я хочу вам сказать, вы увидите, насколько это ценная инвестиция. Потому что с каждой служебной запиской, которую вы получите и одобрите, будет расти ответственность ваших подчиненных. Вам придется работать меньше, а они будут работать намного-намного эффективнее. Это один из приемов, которые должен использовать профессиональный руководитель. Если вы хотите узнать еще больше приемов, которыми должен владеть каждый руководитель, присоединяйтесь, приходите на наш вебинар, как владельцу перестать работать за своих подчиненных. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok